Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Рада приветствовать вас всех, друзья! Вы на канале с клиническим психологом-биохакером. И сегодня мы с вами говорим про ПМС. Что такое ПМС? Все знают, девушки, да? Все знают, когда приливы, когда болит голова так, что просто уже не хочешь ничего, когда повышенная тревожность, когда крутит живот, когда спазмы, когда загинаешься. Друзья, как всегда, буду давать вам краткую информацию, которая даст вам возможность работать с состоянием внутренних органов. Вы, как всегда, получите информацию от клинического психолога и от меня, как биохакера. Что может влиять на ПМС? Друзья, на ПМС влияет загруженность, отсутствие секса регулярного, либо чрезмерная перетренированность, друзья. Также влияет сон, влияет питание и влияет состояние вашей психики. О чем вы думаете, куда вы улетаете, как у вас движутся мысли, как вообще происходит внутри у вас принятие решений. И если такая ситуация очень-очень сильно длится, то состояние достаточно быстро ухудшается. Что я рекомендую вам, если есть очень серьезная проблема с состоянием психики? Я рекомендую вам, друзья, начать такую тему, как я прям говорю тему, как состояние покоя. В моей программе вы знаете, как это создать, как это сделать и как ее реализовать. Состояние покоя исходит из того, что есть намерение и есть отпускание себя в моменты принятия решений. А вдруг неправильно, а вдруг не случится, а вдруг, друзья, если есть только вдруг, то следующее слово какое? Поэтому, когда вы со мной занимаетесь, вы знаете, что я человек с большим юмором, да, и я могу любую вашу проблему перевести в совершенно другое русло, как задачу, как возможность реализации. И, друзья, друзья, у меня к вам такая большая-большая просьба. У тех, у кого ПМС, подумать над тем, от чего я в жизни так бешусь. Что меня так напрягает? На работе что-то, дома эти дети напрягают, муж напрягает, соседи. Либо я что-то не дожимаю в себе, да. И это очень-очень сильно будет на вас влиять. Плюс, друзья, еще одна такая просто важнейшая вещь, на которую вы можете обратить свое внимание и создать, либо не создать. Я прошу сделать такую-такую маленькую-маленькую себе подсказочку, помощника. Дать себе, друзья, это, как всегда, помочь себе простым-простым словом, простым-простым языком и простым-простым антитревожным способом. Если есть проблема с месячными, то нужно решать через, хочу ли я быть мамой. Если я уже мама, то почему, почему я сейчас отказываюсь нормально реализовывать свою детородную, да, такую вот мини-функцию? Почему это? Как я себе могу помочь? И вот в эти моменты, да, действительно это все будет важно. Плюс, друзья, еще такая важная-важная вещь. Если у вас есть данная история, данная проблематика, то я рекомендую вам вот что, вот что, вот что, друзья. Я рекомендую вам обратить внимание на вот такие моменты. Витамин С в большой дозировке, магний в большой дозировке, можно совмещать с кальцием, если у вас дефицит кальция, но там надо смотреть по анализу. И рекомендую вам подкормка митохондрий. Друзья, обычно митохондрии слабы у людей, у которых есть такие проблемы. Поэтому, если есть, то я прошу вас действительно соблюдать правила помощи самому себе. Хорошо, друзья? В инстаграм-канале выложила для вас пост, ищите пост, ПМС. Там конкретно расписаны, друзья, БАДы, которые использовать при мигренях, судорогах, которые идут в моменты ПМС. Продолжение следует...